Семья Филипповых из Одинцова уже 4 года борется за здоровье своего второго сына Святослава. В год ему поставили страшный диагноз. Врачи сказали, что он никогда не будет ходить, разговаривать. Прогнозы были неутешительны, но родители не собирались сдаваться. Он разговаривает прекрасно и мы с поддержкой уже начинаем ходить, тихонечку уходим от коляски. Для нас так важно. Вот именно сейчас, ему сейчас 5 лет и до 7 лет этот сензитивный период, когда мы можем просто наверстать очень многое. И поэтому мы сейчас очень-очень всеми силами стараемся и благодарим, что люди откликнулись и помогли нам в наших стараниях. Потому что мы очень надеемся, что Святик в 7 лет мы пойдем в школу, в общеобразовательную, и он своими ножками будет ходить. Святик ходит и с каждым днем, благодаря занятиям и реабилитации, шаги мальчика становятся все увереннее. Каждый шаг Святослава – это труд огромного количества людей. Реабилитация дорогая, таких средств у семьи Филипповых нет. Но благодаря поддержке администрации округа, сообщества родителей муниципалитета и неравнодушных людей, Святик уже 1 декабря отправится на лечение. К нам в сообщество родителей Одинцовского района обратилась мама Святослава, Елена Филиппова. Она также является членом нашего сообщества. С просьбой о помощи нужно собрать достаточно большую сумму денег на реабилитацию лечения Святослава. Я уверена, что у него все получится, все будет здорово, надо только немножечко помочь. Первыми благотворительный марафон поддержали детские сады. Было решено провести ярмарку в поддержку Святика даже в Георгиевском храме. У русского народа менталитет, это благотворительность, она всегда присутствует, вот насколько я помню. А в том году у нас уже был опыт, мы в Усово помогали в воскресной школе, также участвовали в благотворительном базаре Елизаветинском. По-моему, это был апрель. Поэтому и опыт садика есть, и, конечно, всем миром помогать. Это наша традиция у русских людей. Отчеты собранных средств можно увидеть в официальной группе Святослава Филиппова ВКонтакте. Каждый рубль идет на лечение и реабилитацию мальчика. У Святика есть шанс никогда не садиться в инвалидное кресло. И этот шанс в руках каждого из нас. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.